я вам могу показать систему своих пометок она выработалась очень рано и вы можете смеяться но я ее взял у ленина потому что полное собрание сочинений ленина там и такая система пометок на полях такие вертикальные полосы мне это показалось удачным решением потому что не портится текст книги вот ну так это выглядит можно посмотреть вначале книги я всегда раньше когда работать с книгами печатными писал время когда я стал читать когда прочитал вот вот здесь например роковой том собрание сочинений и его читал с 12 июня по 21 июня в 1982 года вот здесь много 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 разных пометок вот так это выглядит ведь хорошо видно если тема интересная то несколько пометок то есть несколько черт вертикальных там три бывает больше если очень интересно если так ну одна черта и мелким шрифтом какие-то заметки которые для меня важны и интересны ты всегда карандашом потому что физически не могу я книга своя но физически не могу я вот портить книгу чтобы еще можно стереть было но хотя я думаю сейчас как раз по пометке то они гораздо более цен ну например соловьев сочинение соловьева историка сергей михайлович вот та же самая система вот допустим наверху есть дата с 30 ноября 95 по 24 января 96 года тоже какие-то постоянные пометки 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 и внизу там вот какие-то мысли текст вот у меня все книги если испещрены старого такого периода до интернетовского они спущены этими пометками они мне помогает восстановить свои мысли которые были во время чтения и ну а часть особенно в ранний период для меня это была форма диалога с автором я как бы ему эсэмэски таки отправлял мне было очень дисталл состоянии абсолютно в одиночество одиночество я такой тихушник и человек очень на самом деле замкнутые скрытые и одиноки что мне не присуще моему характеру по характеру я очень общительный и очень любящие общение ценящие общение но это было связано с политической ситуации молодости моей это было связано с тем что я сын алкоголиков дети алкоголиков них есть несколько вариантов развития один из них это такие тихушники потому что они стараются дома ни в коем случае не привлекать к себе никакого внимания чтобы было незаметно потому что любой контакт с родителями а как правило пьющий отец не пьющая мать но не пьющая мать она целиком себя посвящает борьбе с пьющим отцом в ней нет уже никаких сил общаться нормально с детьми вот и поэтому все это общение она бывает мало то что мало продукции но бывает безумным потому что за одно и то же действие совершенно разная реакция родителей вот могут подругать могут за это же похвалить вот и лучше не связываться поэтому я такой вот значит это человек прикованный к своему пулемету цепью я когда вы услышал ранней молодости чтобы были такие смертники которые там сплюют я понял что ты его просто характер абсолютно все уже ушли там бросили забыли про это пулемет а он все стреляется ему что мы его ранили уже там на патроны кончаются он стреляя стреляет до конца пока не убьют вот и как правило дети алкоголиков они очень не уверены они не знают что такое правильная жизнь и семейная жизнь у него боятся и они очень зависимы от внешнего одобрения не очень уверены при одиночестве они очень не уверены им очень важна поддержка что все правильно делается хорошо отлично и у них очень повышенное чувство вины и где в детстве меня никогда не хвалили они все время себя корят за всякого рода неудачи ошибки относятся к очень гипер критически это помогает но как правило людей ломает то есть тело дети они часто не пьют дети частные под но они все ломаются очень мало людей которые в таком состоянии делают карьеру но один из них вот бернард шоу и конечно его вот такая эксцентрика шутовство это тоже значительной степени свойства алкоголизма отца тоже такой путь я по нему прошел потому что в школе я был как раз вот не таким тиху тихушечником а был вот классным шутом на дому был очень тихий такой мальчик целиком поглощенный чтением книг и лепка из пластилина там он жил в своем утреннем мире вот так и ну у о о о о о о о о Продолжение следует...